Ну, пару слов, может быть, расскажете о себе. Когда говорят, как же так, как же так, вот песни ваши, стихи ваши, то-сё. Я говорю, ребят, всё в этой жизни имеет цену. Произошла потасовка, и, в общем, я убил несколько человек. Расстрел дали здесь, в мирной жизни. Приговорили к высшей мере наказания, вышку дали. Ты представляешь? Вы представляете, что такое под вышкой сидеть? Нет. У меня есть несколько дат есть, когда вот я рассказывал, что пули вот после меня были, я ложился, меня кто-то клал, это 30 января. Когда произошло с этой звездой путеводной, мы тоже остались живы. Мог остаться без руки, без ноги, без глаза, без ног, без рук. Случился этот случай с БТВ, ногу оторвало люди. Кто-то покончил жизнь самоубийством, кто-то попал в сумасшедший дом. Смысл моего интервью – величие Бога, верность Бога, благодарность Богу. Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Раткин, наш канал «Взгляд с небесный». Сегодня на студии в гостях человек, чьи песни вы слышали, вы пели в своих церквях по всему лицу земли. И продолжаете петь. Да, и продолжаете петь, и, не знаю, к сожалению или к великой радости, никто его никогда, может быть, не совсем никто, да, но мало кто знает, кто написал эти известные полюбившиеся христианам все песни, гимны. Сергей Данильевич, Сергей, приветствую вас. Я вас также приветствую, здравствуйте. Ну, пару слов, может быть, расскажете о себе. Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что, слава Богу, что меня практически никто не знает. Я имею в виду, с точки зрения, имя, фамилия, потому что я считаю, что если человек занимается христианским творчеством, в том числе, особенно христианским творчеством, а потом все остальное, как аксессуары уже, то во главе всего должно стоять, чтобы Господь прославлялся. А если будет наоборот, тогда в чем слава Господу? Поэтому, когда мне говорят, ну, зачастую удивляются, о, мы слышали, что это вы, да вы что, ой, как приятно спеть с вами эту песню, с автором и так далее, то я всегда говорю, слава Богу, и я рад, что так именно, потому что славы свои не дам никому, сказал Господь. И поэтому много лет, много лет, конечно, я был в тени, я остаюсь в тени, я до сих пор не пытаюсь себя выпячивать, что это я, я, я. Но всему свои времена и сроки, сказал Господь. Поэтому пришло время, видимо, как-то, чтобы с людьми уже начать общаться по этому поводу. Потому что написано в Божьем Слове, прославляющих меня, я прославлю. Поэтому, как получилось, так я не знаю. Впервые я узнал, что, значит, мои песни стали популярными, когда я приехал в Москву. Это был, я учился в английской школе, слово жизни. И мы однажды пели, значит, песню «Милости твоей полна вся земля». И я увидел всего лишь один куплет, один припев, что люди поют. И там была фамилия, имя другого человека, как автора. И я потом подошел к лидеру прославления и говорю, извините, а как это так? Вообще-то, я, конечно, сильно извиняюсь, я весь там покраснел. Мне очень неудобно, говорю. Ну вот, есть масса подтверждений, что это моя песня. Есть люди, которые со мной были тогда и так далее, и то подобное. У меня черновики остались, старые записи какие-то. Ну, в общем, как-то все быстро решилось. И потом, уже спустя много лет, я там опять увидел этого человека в авторах. Я пытался с ним связаться, написал ему на электронную почту. Потом пытался с ним связаться через общих знакомых, таких же музыкантов, авторов, других песен. Ну, они мне написали, что извини, Сергей, он как бы не хочет с тобой на связь выходить и так далее. Ну, это, в принципе, единственный инцидент, который произошел за все эти годы. А так, в принципе, я еще раз говорю, что я... Слушай, давай начнем с рождения, все-таки интересно. Я же не музыкант профессиональный, я не профессиональный артист, поэтому... И об этом поговорить, это вообще очень интересно. Да, я особо не участвую во всех этих концертах и так далее. Я наслаждаюсь тем, что люди славят Господа под эти песни. Я наслаждаюсь тем, когда читаю комментарии. Конечно, мне приятно, когда пишут, спасибо, брат, спасибо, Сергей, еще спасибо за то, за сё. Но больше всего я получаю удовольствие, наслаждение. Я даже без слез многие комментарии читать не могу, когда люди пишут, что спасибо, прослушала песню или прослушала песню. Я постоянно слушаю ее, уходит боль, уходит депрессия, уходит то, пришло исцеление. Я понимаю, что это не песни исцеляют, мы же не какими-то голдовскими вещами занимаемся. Я понимаю, что это не песни исцеляют. Но, видимо, из-за того, что я много времени провожу в поклонении, в личном поклонении, я ловлю эти мелодии действительно с неба. У меня так вот часто бывает, что я действительно слышу какую-то музыку где-то там. И я сразу ее стараюсь записать. Ну, как записать? Я не знаю ноты. Я всегда ношу с собой диктофон, и я пытаюсь ее напеть на диктофон. Потому что несколько раз было так, что очень красивая музыка приходила, и я просто ленился. А, ничего, я запомню. И я не запоминал. И я так жалел сильно. И потом вот я записываю, и потом потихоньку начинаю дальше-дальше прокачивать все это, какие-то связывать между собой какие-то моменты. И вот я очень долго пишу песни, очень долго. Слушай, скажите, с чего все началось? Я уже на ты перешел. Да, конечно, мы же братья. Мы же братья. С чего все началось? Как? Ну, хоть несколько слов, как ты пришел к Богу? Вот это же не простой путь, наверное. Я знаю, ты из семьи военных. Да, я сам потомственный военный, совершенно верно. Из семьи военных. Как началось? Путь к Богу, твое движение. Да я не пытался к нему идти, честно говоря. У меня даже и мыслей таких не было. Я родился, значит, у меня мама еврейка, папа наполовину немец, наполовину украинец. И как-то у нас про Бога периодически вспоминали в семье, но не так, чтобы прямо посвящали этому время. Тем более молитвы какие-то семейные. Ну, было советское время, с одной стороны. С другой стороны, я, честно говоря, уже ближе к маминому уходу. На небеса узнал, что она еврейка. Она очень сильно скрывала это. И она меня очень сильно наказала в детстве за то, что я, в общем, узнал даже определенные вещи про нее. Что, кажется, у нее день рождения, год рождения в паспорте был один, а на самом деле другой. Ну, как я понимаю, это у многих так было в советское время по каким-то причинам. Ну, в общем, о Боге, конечно, я не задумывался. Рос в обычной советской семье. Очень любил учиться. Очень любил знания получать. Всегда был голодный на какие-то знания, какую-то учебу. И сейчас до сих пор продолжаю, был голоден. Быть голоден. Только не просто уже знания, да, а какие-то вот именно духовные переживания, духовные моменты, связанные с поклонением, связанные с переживанием Бога. Связанные с тем, чтобы с людьми о чем-то поделиться у людей, что-то взять. Знаете, как принцип сообщающихся сосуд. Когда что-то есть у вас, что-то есть у меня, и мы перетекаем этой Божьей любовью, Божьим знанием, Божьим почтением. Вот. Ну, часть жизни прошла, значит, при Карпатском районном округе. Часть жизни прошла в Ленинграде. Часть жизни прошла в других местах, где-то за границей, где-то на территории бывшего Советского Союза. Ну, после восьмого класса я поступил в Ленинграде в училище, связанное с морским речным флотом СССР. А 6 октября 1986 года, буквально, получается, три дня назад у меня начался боевой мой путь. Меня призвали в ряды Советской армии. Я попал сначала в учебку, значит, морской пехоты. И через две недели, значит, нас буквально несколько человек из всего солдатского, сержантского состава подняли ночью по тревоге. И у нас тогда уже осень была, нам выдали зимнюю форму одежды, и мы уже в зимней форме одежды погрузили, значит, спецтранспорт и перевезли в Душанбе. Жара, мы выходим в этих шинелях, в зимних шапках. И из Душанбе, нашей же, нас уже перевозят, значит, поближе к афганской границе, вот, город Термес. И там мы были, занимались, значит, тем, что нас готовили к заброске по ту сторону реки Пянш. Вот, в принципе, так начался мой боевой путь. Я попал в разведывательное подразделение, был сначала обычным разведчиком, старшим гранатометчиком во взводе, потом стал заместителем командира, ну, сначала командир отделения, потом, потом заместителем командира взвода. Ну, вот, ну, в 19 лет так получилось, что у нас несколько командиров взводов поменялось, их убивали, а я на их место становил себя как заместителем. Ну, в 19 лет я уже командовал отдельным разведывательно-диверсионным взводом. Конечно, это дико, сейчас даже в это не верится, но, как говорится, что было, то было. Вот, первое время я, конечно, я вообще не хотел, чтобы родители знали, что я служил в Афганистане. Мы определенное время жили в Чехословакии, и я очень хорошо помню то место, где мы жили. И я родителям, ну, в письмах обманывал их, писал, что я живу в Праге, в войсковой части, там, вот, полевая почта такая-то примерно. Вот, описывал, какие чехи приятные люди, вот, как все хорошо у нас и так далее. Что-то, наверное, материнское сердце бы не выдержало, 86-й год, если Афганистан... Ну, это 87-й уже был. Но все равно... Ну, и, в общем, и одно из, когда мы пошли, выдвинулись на одно из заданий, значит, мы ползли ночью, тишина, очень тихо себя вели, вокруг кишлаки, прямо запах, вот этот восточный запах пряный идет от кишлаков, вот, настолько мы тихо ползли, что даже их местные собаки даже не лаяли. И вдруг по цепочке, я так почему-то хорошо помню этот случай, и вдруг по цепочке кто-то, ну, какой-то шепоток прошелся, и мне, значит, парень разворачивается ко мне и говорит, там, комсвода зовет тебя, ползи к нему. Ну, я подполз. Я не знаю, что это было, проверка была или не проверка, не знаю, потому что у нас мой первый комсвода, дай бог ему здоровья, тоже Сергея его звали, мы его Рэмбо называли, он такой весь был здоровый, мускулистый, все при нем, тут нож разведчика, тут штык-нож, тут у нас называлось-то лифчик, да, когда это нагрудник, где много-много магазинов, тут гранаты висят, ну, такой поджарый весь такой, загорелый, я поползаю, он говорит, слушай, я, по-моему, заблудился, куда ползти, я не знаю, честно, и говорит, нас смогут, если мы сейчас начнем тут шуметь, чуть-чуть хотя бы, унюхают, услышат, собаки начнут лаять, и, ну, в общем, как бы это все в течение секунды проговорилось, можно сказать, это было понятно между строк, он говорит, я слышал, ну, как бы, у него же личное дело мое, ты же учился на штурмана, говорит, мне нужна такая-то звезда, тогда мы, и все это тихо, так шепотом, ну, и я поднимаю голову, я не знаю, как у меня получилось, я сразу дошел, я говорю, вот она, она говорит, все, в свободе, ну, я замыкаю еще полз, и все, все поползли, я остался, только потом уже движение продолжил, как последний, в этом ползущем, и все, и он написал, когда мы уже живые-здоровые выбрались, приехали в часть, прибыли в часть, он написал благодарственное письмо домой, я пишу очередное письмо родителям, что в Праге все хорошо, и отец пишет, вот, сынок, ну, что ж ты, как же так, хотя, говорит, я понимаю твои чувства, ну, в общем, так они узнали, что я в Афганистане, вот такие дела. Но это еще не было таким, как же сказать-то, еще не полз ты к вере, да? Нет, к вере тогда не полз, даже слово Библии особо не знал, даже, даже слово Бог особо не, и я стал задумываться о Боге, когда первый раз в жизни увидел, как бомбят, у меня даже фотография есть, я вам потом скину, если будет интересно, мы сидим с товарищем, вот, и метров, наверное, нет, не метров, где-то, ну, да, метров полторы, может, тысячи, две тысячи метров от нас, прямо вот бомбят, и мы смотрим с холма, и он, я его толкаю, я говорю, тебе верится? Он говорит, мне не верится, как в кино все, ну, потому что Советский Союз, там жизнь идет, там счастье кругом, там строится светлое будущее, там диктор каждое утро говорит, зарядку становись, там все ходят в школу, там дискотеки, девчонки, вот, вот, а мы тут сидим такие, смотрим на это, и реально не верится, вот, и потом мы очнулись тогда, когда слышим свист такой над нами, такой продяжный, знаете, как вот бомба, авиабомба летит, как в кино показывает, и он такой, Серега, что это? Я говорю, ну, опять же, все это доли секунды, и я вот почему-то, да, впервые в жизни о Боге вспомнил, думаю, господи, и потом я ему говорю, да, успокойся, говорю, ты же не помнишь, раньше, когда случили, что если летит на тебя и свистит, то это не твоя, и метров 30 от нас такой, ну, бомбардировщики отбомбились, и кассеты от бомбы скинули просто, и вот такой, ну, в общем, тогда вот я впервые задумывался о Боге, честно говоря, вот, ну, это был 88-й год, мы тогда участвовали в очень серьезной операции в Юг-87, наверное, могу уже об этом говорить, вряд ли это сейчас гостайна, вот, и там вот у нас один инцидент произошел очень серьезный, мы очень долго ехали по серпантину ночью в составе, наверное, целого соединения, очень долго ехали, темно было, вот, и, наверное, часов пять точно ехали, и, значит, когда уже приехали на место, должны были уже, значит, расквартироваться, и один капитан у нас, причем он уже два года по контракту отбыл, ну, тогда не было слова контракта, да, по два года они были, я не помню, как у них это называлось, и он ждал уже своего сменщика, а его сменщик уже вот-вот должен был прилететь, но задерживался, и это была спецоперация последняя, ну, на которую он не должен был ехать, он должен был остаться в полку своего сменщика, встретить, передать дела, а сменщик не приехал, и вот он поехал на эту спецоперацию, и он прыгал с машины, с БТРа, и прыгал так неудачно, что прямо на мину попал, пехотную, ему отрывает, значит, всю левую часть, вот, и вот почему-то поступил приказ именно нескольким ребятам, в том числе и мне, грузить его обратно в БТР, и везти туда вниз, значит, в ближайшую медицинскую часть, и вот мы пять с лишним часов поднимались, по серпантину поднимались, 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 и я не знаю, наверное, часа за полтора-два, как он, как водитель БТРа успел, вот так быстро, я понимаю прекрасно, это же горы, это же камни, это же ущелье, впадины, тут на машине-то едешь по незнакомой дороге, у тебя галогенные фары, или там эти суперфары, суперосвещение, все горит, все понятно, навигатор, и то, иной раз можно куда-то въехать, ну, в общем, чудом просто доставили его, и вот пока мы ехали, а я сидел на броне, пристегнул себя, потому что, ну, нужно было смотреть, чтобы там, хотя, в принципе, чем я мог помочь, не знаю, ну, как бы меня посадили, дали команду, чтобы я ехал на броне, в случае чего отстреливался от тех, кто может нас в дурку выстрелить, а за рулем был водитель, также был пулеметчик, и два парня, которые, этого капитана, он лежал там на скамье специальной, вот он их, они ему кололи промедол, вот, и успокаивали его как-то, ну, вот, внутри было четыре, я пятый на броне, а так было, что люк был открытый, и я смотрел на него периодически, и кричал ему, пожалуйста, успокойтесь, и как-то вот, он пытался его успокоить, и тоже что-то вот Бога начал вспоминать, я говорю, Боженька, пусть вам поможет, а он так орал, он на меня смотрел, и он, мне очень запомнилось, он пел очень такие матные песни, орал матом благим, ну, понятно, все раскурочено, и он так кричал, так кричал, и, в общем, доставили моего, он остался живой, здоровый, спасли его, ну, где-то примерно месяцев, наверное, через 6-7, я встретил там одного из медиков этого полка, и мы, как бы, встретились, он на меня так смотрит, я говорю, товарищ капитан, а чего вы на меня так смотрите? А знаете, так как-то он смотрит на меня, так интересно, он говорит, а мы, говорит, это чуть ли не на ящик водки поспорили, что ты следующий, я говорю, в смысле следующий, я говорю, помнишь, полгода назад твой капитан этого, ну, фамилию называет, я говорю, ну, и что, он говорит, ты не в курсе, или дурака включаешь, я говорю, да я не в курсе, а что случилось, я знаю, я слышал, он живой, здоровый, вот, он говорит, водитель, кто его вез, этот солдатик, говорит, он застрелился, говорит, водитель-пулеметчик, значит, сошел с ума, эти два парня, один повесился, один в дурке оказался, которые промедолы ему кололи, он говорит, мы сейчас думаем, что с тобой будет, я говорю, да я вообще отлично, вообще, говорю, хорошо, ну, в общем, на протяжении всей вот моей службы и дальнейшей жизни, я просто чувствовал, понимал, что кто-то что-то хранит меня, у меня первая моя награда была, когда я был представлен, это вот за этот случай со звездой, вот, а вторая моя награда была такая уже более серьезная, это на этом же вот, куда мы приехали, потом обратно вернулись по Сирпантину, этот район назывался Мусакала, там очень такая жестокая спецоперация, какая-то была, бойня, даже потом песню кто-то придумал, Мусакала кричит, мула, здесь шуравья, они сожгут тебя дотла, и, значит, мы тоже ехали, 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 но тоже было днем, и долго ехали, и расслабленные были все, хотя по уставам мы должны были даже на голое тело, с голым торсом, ну, от жары, да, многие пораздевались уже, и даже на тело с голым торсом мы должны были одевать бронежилет, и каску, и автомат, но, тем не менее, настолько все расслабились, что все просто ехали с голым торсом, кто-то в трусах, кто-то в шортах, вот, и вдруг начались выстрелы, и мы, в общем, нам дали команду спешиться, мы спешились, быстренько все приняли по-пластунски, и, значит, начали ползти, и потом, ну, так получилось, в общем, я там был в расстроенных чувствах, я поссорился там со старослужащими, и они вели себя по-геройски в полку, избивали молодых, и когда я глянулся, смотрю, они, ну, не видно их было, не видно, они настолько смешались с песком, и с камнями, и мне такое зло взяло, такая ярость, я говорю, что же вы себя героев корчите там, а здесь, говорю, ниже Плинтуса, сами себя опустили, и я всех поднял, в общем, в атаку, не знаю, фильмов-то смотрелся, и говорю, вперед, за Родину, и все встали, все вскочили, мы побежали, вот, и я бегу, и чувствую, у меня какая-то рука просто вот бросает на камни, на песок, и я падаю, и вокруг меня вот эти, ну, возле меня фонтанчик пуль, и так было где-то 3-4 раза, мы тут укрепрайон взяли, вот, там еще много, что тоже было интересного, мне там простому сержанту, начальник разведки, и командир танкового батальона, значит, один ящик носил, а второй, значит, вытаскивал, и давал, подавал мне гранаты, а я снимал чеку, и бросал их, в общем, меня так тоже удивило, что два таких серьезных офицера, в общем, помогали мне, в общем, много чего интересного было, но вот тогда я понял, что какая-то сила меня хранит, вот реально начал задумываться, потому что я чувствовал на своем затылке, на своем затылке, ты ребенка берешь, и просто от чего ты его убираешь, и так было 3-4 раза, в течение этих 10-15 минут, пока мы достигли необходимой точки, и я начал реально задумываться, хотя еще раз говорю, что, к сожалению, слово Библия я не знал тогда, и вообще много чего не знал, ну, просто какое-то, знаете, что-то внутри находилось, такое, когда ты понимаешь, чувствую, что какая-то сила тебя бережет. Сергей, насколько я знаю, у тебя нет ни музыкального образования, ни нот, ты не знаешь ничего, ты там первый раз гитару в руке? Нет, я до этого, я вообще, в любой нормальной еврейской семье, мама сначала отдает же сына на скрипку, меня отдали на скрипку, и я там пытался что-то там, ну, в общем, мне потом соседи деньги давали, чтобы я не играл на скрипке, поэтому это была хорошая такая инвестиция мамы, потом меня мама отдала, значит, на фортепиано, у меня тоже ничего не получилось, ну, как бы я до сих пор помню, как я кричал, когда меня забирали с музыкальной школы, что я хочу быть летчиком, а мальчики не должны играть на фортепиано, я сейчас, конечно, об этом сильно жалею, когда люди играют красиво, нет, у меня есть какие-то там какие-то, но это не то, что хотелось бы, а потом я начал заниматься активным спортом, потому что я был ботаником, тем более мы жили в каком-то еврейском, таким гетто закрытом на территории Западной Украины, много было ненависти к нам, и, в общем, я понял, что нужно заниматься спортом, я начал усиленно заниматься боксом, велоспортом, дзюдо, вот, поэтому, в принципе, и попал в разведку, наверное, потому что был высокий, спортивный, вот, потом, значит, из-за того, что мой первый язык был немецкий, я еще по-русски особо, даже не знал алфавита, по-моему, у меня папа с детства натаскивал почему-то на немецком, у меня произношение было очень хорошее, ну, в принципе, оно и сейчас остается. А мама какой язык? Мама русский и чуть-чуть еврей. Не еврей, наверное, идиш. Идиш, да, европейские эти, евреи, идиш, да, вот, и у меня хорошо сразу языки пошли, я, в общем, к семи годам уже разговаривал более-менее на немецком, и папа нашел спецшколу с английским уклоном, и с первого класса я начал учить английский, а потом уже в каком-то классе, в пятом или шестом, мы еще один язык взяли, таким образом, к восьмому классу я, в принципе, мог общаться на трех языках, ну, не считая русского, украинского и белорусского. А сколько языков всего у тебя сейчас в запасе? Ну, в запасе у меня где-то семь-восемь. На которых ты понимаешь, говоришь? Да, более-менее. Ну, у меня как, они у меня как бы спящие, вот, ну, когда я приезжаю в какую-то страну, например, там, в Германию, в США, ну, на английском я более-менее всегда могу говорить спокойно, а то, на чем я не общаюсь постоянно, это испанский, там, французский, немецкий, ну, приезжая куда-то где-то буквально через поле, пять-шесть дней, я уже начинаю разговаривать. Ну, как в спортзал приходишь, долго этим не занимался, то начинаешь заниматься, мышечная память все помнит, и восстанавливается мышца быстренько. Какая первая песня была, вот, из христианских песен, которые ты написал? Можешь немножко хоть рассказать? Ну, самая первая песня была, это «За Голгофу, за кровь», «Благодарю тебя, Иисус», ну, по-разному себя называют, кто как. «За Голгофу, за кровь», «Да, я тебя благодарю». «За Голгофу, за кровь», «Я тебя благодарю» «За воскресенье Твое» «И за победу Твою» «Благодарю тебя, Иисус», «Благодарю тебя, Иисус», «Просто я благодарю». «Жалко, гитары не успели бы, может быть, в следующий раз тебя принесешь?» «В следующий раз, в следующий раз». «Конечно, вместе». «Да». «И как она родилась? Что натолкнуло?» «Ну, так получилось, что я, значит, находился в заключении, вот, и сам, ну, тогда еще было такие времена, когда особо верить было нельзя уже, еще пока вернее, вот, и со мной в камере, мне в камеру, значит, может сказать, швырнули, кинули мужчину, он оказался, значит, миссионером из Скандинавии, вот, его, он был избитый, и какое-то время не давали ему питаться, кушать, и я так понял, что он, чтобы не сойти с ума, он, видимо, где-то у себя там сознание, подсознание, какую-то, видимо, точку поймал, и держался за нее. Когда у меня подобные потом уже происходили состояния, я, я так же поступал, вот, и вот он, когда уже более-менее мог разговаривать, через несколько дней, он постоянно напевал, до сих пор помню это, хоть я не знаю скандинавские языки, но он напевал «Fergolgata, Ferglood», вот он сидел так на бетонном полу, уперся в бетонную стену, и «Fergolgata, Ferglood», вот он постоянно эту мелодию напевал, и эти слова, и когда мы уже более-менее начали общаться, я говорю, что это? Он говорит, это какой-то старый, говорит, скандинавский наш гимн, чуть ли не викинги еще пели, ну, викинги, принявшие христианство уже, это говорит, Голгоф о крови, но я понял, Голгоф это, лад, вот, и у нас такие близкие, тесные отношения с ним получились, он мне много чего рассказывал, ну, за тот короткий промежуток времени, в котором мы находились. Но ты еще не был вершим, да? Я был на пути, я был на пути, да, И Бог посылал тебе вот таких людей? Бог мне посылал такие моменты, да. В странах, обстоятельствах, в тюремной камере. Ну, да. И я настолько был восхищен Его несгибаемостью, настолько был восхищен Его многими чертами, которые я понимал, ну, как понимал, отчасти понимал, догадывался, как Павел пишет, сквозь тусклое стекло, но потом сам говорил, это, говорит, не я, это Бог. И он цитировал много Христа, что я, говорит, не знаю, что я говорю, как говорю, я в таком состоянии, что я не могу себя контролировать. Но Иисус сказал, что когда наступит час икс, не думайте, что говорить, Дух Святой у вас будет говорить за вас. Многому чему он меня, не то, что я научил, он показал. И он меня заразил этим каким-то практичным христианством, что христианство, оно должно быть практичным, оно, как говорил Гёте, теория, мой друг, суха древа жизни, вечно зеленеет. Одно дело в теории, что-то говорить, другое дело, когда ты жизнью своей, поступками своими показываешь живого Бога в себе. Ты же многоломный избитый в тюремной камере. Какая там философия, какая там теология. Он просто не отказался от того, от чего он должен был отказаться, от чего рассчитывали те, кто туда его, он не отказался, он не предал, он не продал. И это, знаете, бывают в жизни моменты, когда дорога ложка к обеду. Не зря Господь говорит, что если ты дашь даже стакан воды праведнику, ты получишь награду праведника. Казалось бы, стакан воды, миллионы в доступности в радиусе 10 метров, миллионы стаканов. А вот именно на чем-то. Знаете? Ты позднее написал эту песню, да? Да, я позднее. Просто она у меня потихоньку формировалась. И я, в общем, она у меня... Ну, как получилось? Практически все мои песни, они сначала приходят, как один куплет, один припев. Многие мои песни, например, поют люди, в основном, один куплет, один припев. В основном. По себе, знаю. По нашей церкви. Да. С одной стороны, потому что я начинал их петь, играть, в то время же, как многие там, какие-то бумажки, кусочек бумажки, запишут слова, аккорды. Потом мы расстаемся, он куда-то уезжает, уходит, и где-то они начинают петь, эти песни начинают жить своей жизнью. Но приходит какое-то время, полгода, год, я начинаю дописывать. Но оно уже разошлось, понимаете, поэтому это с одной стороны. С другой стороны, я когда веду собрания, молитвенные собрания, поклонения собрания, я тоже стараюсь не грузить много людей, потому что, когда люди поют один куплет, один припев, большее количество людей задействовано в песнопениях. Здесь же очень важно единодушие, единомыслие. Зачем много слов, если можно спеть один куплет, один припев, сделать красивый проигрыш, потом опять спеть тот же куплет, тот же припев. И как-то вот, все-таки наши песни не для шоу-бизнеса. У нас песни богослужебные, мы чтим Бога, мы объясняемся Ему в любви, мы признаемся Ему в любви. Перед всем духовным, физическим миром мы говорим Ему о своей зависимости, о том, что мы без Тебя не можем жить, о том, что мы без Тебя, Господь, не хотим жить, что без Тебя мы не можем ничего, что без Тебя все это пустота. Поэтому, я думаю, ему хватит и от любому отцу, хватит от ребенка получить даже пять слов благодарности. Многие люди, с кем разговариваешь, вот даже до сих пор, на 30 лет уже, скажем так, как двери открылись у нас в стране, в Советском Союзе, в России, в церкви начались. Большинство до сих пор думает, что вот твои песни, они переводные. Когда ты первый раз мне сказал вот эта песня, вот эта, вот эта, я так же полез в Ютуб, и везде стоит Сергей Данильевич, везде ты стоишь. Ну и слава Иисусе. И никто не знал, тебе никто лицо не видел. Это таким шоком было, когда я приехал, вот знаешь, опять же, как мы, приезжаем и рассказываем кто-то кому-то, да, я приехал в церковь, говорю, слушайте, приглашу, такой человек, вот эти песни, первый, да ладно, да это же все американцы, это оттуда пришло, это они, и все так и думали, что переводные. Никто не мог понять, и поверить, что вот сейчас они по всему лицу земли играют, вот Россия, СНГ, там Америки, других стран, Австралия, все поют твои песни. Какая вторая была? «Милость твоей». Милость твоей полна вся земля, Милость твоей полна жизнь моя. Милость свою ты превознес над судом, Возлюбил меня и вел свой дом. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Расскажи немножко о ней. Это очень сильная песня. Мы второй куплет никто не знали, но я думаю, что... Не, многие поют. Просто я еще раз говорю, что в общинах церковных, когда особенно много людей, то лучше, конечно, петь один куплет, один припев. Потому что... Ну, на богослужениях, видишь, все равно. И как ты ее написал? Как она родилась у тебя? Однажды я понял, что многие вещи, которые я делал в своей жизни, неправильные вещи, из-за которых мне было стыдно. Из-за чего, я? Да. Из-за которых мне было стыдно, и у меня были угрызения совести. И я у кого смог, попросил прощения, что я был неправ. Но были все-таки боевые действия идут. Война. И были моменты, когда я не мог уже у человека просить прощения. И потому что его физически уже не было на этой земле. И мне очень тяжело от этого было. И вдруг однажды я ощутил четкое понимание, что я Господь, который находится вне времени, вне обстоятельств, вне пространства, вне материи. У меня есть возможность сделать так, что я донесу это до тех, кому ты хочешь донести. Но ты оправдан, ты прощен, ты помилован. И не в соответствии с какой-то справедливостью, а именно в соответствии с милостью. Потому что, как любил говорить один дорогой мне человек, что справедливость, она в аду. А на небе только милость. Поэтому никогда не руководствуйся справедливостью. Потому что ты никогда не будешь по справедливости прав, и тем более оправдан, только по милости. И вот эти все переживания наслаивались, наслаивались, они вызывали только сокрушение, только благодарность, только слюзи благодарности. И так начала рождаться сначала стихи, потом мелодия потихонечку. У меня в принципе песни все примитивные. Практически все в двух-трех тональностях. Практически все с одними и теми же аккордами. Ну, как говорят, все гениальное просто. Они очень простые, они очень легко поются, они мелодии запоминаются. Мне нравится, когда вот ты послушаешь что-то, и потом ты за рулем едешь, или хозяйка стоит на кухне что-то делает. Ты заходишь на кухню, и она эту песню там мурлычит. И ты понимаешь, что ей нравится это. И многие песни напевают мурлычат, там что-то мучат под нос. Мне недавно там скинули одну запись одного огромного симфонического оркестра с элементами рока, с элементами там еще разные музыкальные стили. Очень красивое шоу. Десятки тысяч людей. Ну, не десятки, но несколько тысяч людей в зале. Огромный красивый зал, несколько ярусов, балконы. Огромная площадка на первых этих на вот. И значит, оркестр где-то человек наверное ну 70-80 и разные инструменты, все так красиво, все, звук отлаженный. И мне скинули, говорит, вау. Там и мелодия какая-то, знаете, такая минут десять, наверное, композиция идет. И потом в процессе этой композиции то на саксофоне кто-то играет, то на скрипках, то еще что-то. Ну очень круто. Еще свет так, ну в общем все красиво снято. И я говорю, да, круто. Скажи, а ты теперь можешь напеть хоть что-то? Вот прошло буквально меньше минуты, напой что-нибудь. И он такой, слушай, я не помню. И вот в этом и заключается живучесть, когда ты послушал даже две-три минуты и все, она потом тебя не отпускает мелодия. А если еще в этой мелодии слова, которые воскреса, после которых жить хочется, знаете, то я считаю, что такая композиция, она будет волей-неволей. Ну вот ты мне сбросил, вот как раз милость твоя полна, вся земля, симфонический оркестр играет. Первые аккорды и все, она в голове у тебя крутится, и все, и опять поешь. Это вы еще послушали только часть, там дальше уже ударник вступает, скрипки вступают, там вообще красиво. Ну что поделаешь, ну, Бог дарует таланты. Я всегда, когда выступаю перед людьми, говорю, я обращаюсь не к людям сначала, я общаюсь к Богу, я говорю, Боже, ну я обращаюсь, мне очень нравятся слова апостола Павла, когда он пишет, что я благодарю тебя, ну, благодарение Богу, который почел меня верным, да, я тоже самое говорю, благодарю тебя, Господь, что ты почел меня верным и доверил мне такие вещи, которые ни один профессионал почему-то не написал. В ответ на это мне говорят, ну и слава Иисусу, потому что Титаник сделали профессионал, и мы знаем, что с ним случилось. Копчег построили любители, и мы тоже знаем, что он сделал. Слушай, но можно назвать тебя самым, если касаться Ютуба, самым-самым исполняемым автором в русскоязычном христианском Ютубе? Ну, недавно я об этом узнал, да, недавно я об этом узнал, что не лично я, у меня на канале там чуть больше тысяч подписчиков, потому что, еще раз говорю, я этот канал завел только потому, что... Но ты везде, ты на всех группах прославления, ведь музыка, она больше набирает просмотров и слушает. Да, я разрешаю многим, просто очень многим и больше всего разрешаю. Кто-то и спрашивает разрешение, кто-то не спрашивает, но я как бы не против. У меня единственная просьба, чтобы не было ни с кем конфликтов, эксцессов, я говорю, просто пишите, что там автор музыки или автор слов, потому что не все песни я написал, есть несколько песен, где-то 3-4 песни, которые написаны в соавторстве. Вот, а ну так и пишите, что автор или там соавтор такой-то, потому что, я говорю, мне одного случая с человеком тоже хватило, чтобы эти расприи у нас доходило до того даже, что там какие-то левые люди с левых каналов начинали меня поносить, я им открыто пишу, говорю, ребята, зачем вы с левых каналов пишете? Я говорю, давайте сделаем живой стрим, просто, ну и выложим свои карты, тем более мы же братьями называемся. Ну и слава Богу, они дали задний ход и как бы дело замялось, хотя даже там какой-то парень нашелся какой-то еврейской фамилии, он, видимо, настолько его это заделал, пишет, ребята, 20 тысяч евро в течение недели посылаю, вот кто реально подтвердит, что действительно это самое, что Сергей лжет, что он автор, вот перед всеми пишу прямо сейчас, 20 тысяч евро в течение недели туда, и они что-то там тужились, тужились, ну сейчас поскидывали какие-то записи, он пишет, ребята, ну если это все, что вы, ну зачем позориться, и все, они всю переписку удалили, а то, что я написал, что вот, ребята, я прошу вас, перестаньте меня в спину колоть постоянно, вот, я говорю, меня так, она не очень хорошо себя чувствует, но, я говорю, давайте сделаем живой стрим, давайте просто пообщаемся, и вы скажете, что Сергей, ты лжец, это песня наша, вот, и без проблем, говорю, ну в общем, ничего не получилось, слава Богу, к миру призваны вы, говорит Господь, поэтому пусть будет ниже. Какие-то твои песни я слышал в книгу рекордов Гиннесса хотят занести. Хотят занести, да, значит, это Благодарю тебя Иисус, вот, это песня, которая, благодарю тебя Иисус. Да, вот Заголову за кровь, но она по-разному везде, даже в Ютубе, она, кто-то называет ее Заголову за кровь, кто-то называет просто Я благодарю, кто-то, ну, вообще она называется, в Америке ее любят часто петь, вот мы вчера, например, проводили собрание поклонения, там несколько американцев было, да, они, не-не-не, вживую они были, да, вживую, две супругские пары американцы, вот, они уже, как это, недели две в Москве, вот-вот должны улететь, я их первый раз в жизни увидел, но вот я пел, как бы, несколько песен, и свои, и не свои, вот, и когда я начал ее петь, они прямо начали так подтанцовывать, хлопать, в Америке она называется Thank You Lord, и чуть-чуть по-другому, по-другому, я никогда выступаю, никогда не говорю, сейчас будет петь автор, я не люблю это вообще, не люблю, я, если с людьми, как мы разговариваем, да, они начинают там узнавать, как интересно, потом уже кто-то, кто меня приглашает, он может, вот, например, мы были недавно у корейцев, пастор корейский, вышел, говорит, я всю жизнь эту песню пою, и я мне, мне просто, благодарю Бога, то, что сейчас я пел эту песню с автором, ну, у него это вызывает приятные эмоции, ну, а мне, чисто по-человечески, это тоже приятно, что, потом, вот, мы были у вас, тоже там один музыкант, кто с нами играл, он говорит, мне папа рассказывал, он меня держал на руках, и я очень болел, и он говорит, что, отец небесный, я, что-то там обратился, что, вот, я полностью доверяю этого ребенка тебе, и я, говорит, даже тогда, будучи малышом, помнил, как он, вот, я лежал у него на руках, но не младенец, да, уже, просто он болел сильно, видимо, отец там как-то брал его, и я, говорит, слышу, потому что мое ухо как в его сторону, было направлено, и отец пел, что за семья, отец, кстати, тоже бывший военный, ОМОНовец, да, и он, говорит, пел эту, благодарю тебя, Иисус, и пел и плакал, я чувствовал слез, есть вещи, которые без слез невозможно, конечно, говорить, ну, слава Иисусу, поэтому, как здесь можно себя выпячивать, если, это делается для совершенно других целей, как, в общем, вот так вот. Какие еще известные песни твои поют везде? Мы о двух заговорили пока, у нас ступил новую, мы постараемся ее потом вывести, все-таки записать, которую вы с женой на кухне записали. Мы сейчас делаем очень красивую запись профессиональную, у меня есть черновик пока этой аранжировки, но вот буквально через, наверное, неделю уже будет полная готовая запись, и мы хотим дебютировать ее. Так классно получилось, слава богу за аранжировщика. Ну, если не против, мы можем приехать к вам и сделать дебют, настоящий дебют, там очень красиво будет, обещаю. Я периодически хвастаюсь этими песнями, когда уже все меня пригласили, я периодически хвастаюсь, но при этом я хвастаюсь, хвалюсь не собою. Я всегда говорю, хвалящийся, хвалися Господи. Если б я это корпел, старался, писал, там вкладывал финансы, вкладывал в раскрутку, ну, честно вам скажу, перед Богом, ни одного цента, ни одного рубля, ни одного доллара, я не вложил ни в раскрутку одной песни, ни одной. Тем не менее, это милости твоей имеет где-то около, наверное, сорока миллионов просмотров на разных каналах, сорока, то и пятидесяти, там Господь ты пастырь мой под сто миллионов, если вот там все каналы считать. Допойни немножко, потому что Господь пастырь мой, это что на псалмы-то написал? Ну, я практически все пишу по мотивам псалмов, меня очень трогают псалмы Давида. Господь, ты пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, ты покоишь меня на злачных пожитях. Как она-то родилась? Понятно? Мы все читаем псалмы, знаешь, но не у каждого, наверное, есть такой дар переложить слово слышанное на музыку, на песню, чтобы люди пели. Каждая песня, которая написана была, она была написана под влиянием определенных обстоятельств. Ты переживал что-то? Да, я переживал определенные обстоятельства, и в то время я стоял на 22-ом псалме, именно стоял. Потому что были обстоятельства, когда я претерпевал голод, болезни, у меня диагноз был, что у меня осталось жить несколько месяцев, у меня был очень смертельный диагноз, и я просто стоял и постоянно повторял это, постоянно повторял, что ты пастырь мой, даже если я пойду долиной у смертной тени, я не убоюсь зла, ибо твоя рука со мной, ибо твоя любовь со мной, ибо то, ибо это, пятое, десятое, я постоянно повторял, это жило в моей душе, это жило в моем сердце, в моем подсознании, и так вот слово за слово, фраза за фразой из этого псалма, они стали, значит, складываться во что-то. Вообще, если честно, до конца быть откровенным, когда я только, ну, вообще основу этой песни, мелодика, музыкальная какая-то, мелодика, гармоника, я когда был маленьким, где-то мне было лет, наверное, 12, 11-12, ну, мы дружили со старшими пацанами, я уже спортом занимался, уже что-то из себя представлял, этот еврейский мальчик, который раньше играл на скрипке, и все его били, а тут я уже как бы стал каким-то таким, более-менее, вот, и те ребята постарше, с которыми мы дружили, вдруг стали приходить в цинковых гробах, ее песня тогда очень сильно распространялась, я ухожу, сказал, мальчишка, есть грузь грузи, но ненадолго, ты только жди, и я вернусь, ушел совсем, не встретив первую весну, пришел домой, в солдатском цинковом гробу, рыдает мать, и словно тень стоит, отец и так далее, и там очень сильная музыка была, очень сильная мелодия. Я ухожу, сказал, мальчишка, есть грузь грусть, ты только жди, я обязательно вернусь, и он ушел, не встретив первую весну, домой пришел, в солдатском цинковом гробу, рыдает мать, и словно тень стоит отец, для них он был, для них он был, еще юнец, а сколько их, не сделав в жизни, первый шаг, домой пришли, в солдатских цинковых гробах, во дворах и гитарах играли. Да, 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 и вот после каждого цинкового гроба, вот эти ребята пели эту песню, это приходили в цинковых гробах, те, с кем мы вместе, в индейцев, в войнушки играли и так далее. И меня так это зацепило, я столько раз ее слушал, столько раз я ее слушал, извините. Вот, и мне эта мелодия, она просто пропитала, вот, и потом, когда, ну я волей-неволей, вот, когда уже пропевал, Господь ты пастырь мой, и что-то я потом вот понял, что что-то, ну что-то схожее есть, потому что, какая-то там, я не знаю, золотая секвенция, как говорят, музыки, еще что-то. И я тоже там разговаривал с одним братом, он говорит, как можно было написать, как можно было, потому что, говорит, все эти комментарии, это читаешь, там, музыка с неба, музыка, то, я говорю, ты знаешь, вот приоткрою тебе завесу, видимо, я настолько был пропитан, потому что, ну, в принципе, ничего нового, да, как говорил, Экклезиаст писал, нет ничего нового под солнцем, там 7-8, или сколько там, 12 нот, кто сколько говорит, одни говорят 7 нот, другие 8 нот, вот, 7-8 нот, вот, все как бы одно и то же, и кто-то, что-то пишет на каком-то основании, кто-то слушал много Битлз, да, какие-то, вкрапления из Битлз, кто-то слушал там много Пинк Флойда, какие-то вкрапления из Пинк Флойда, Кто-то много слушал арию, кто-то и так далее. Ну вот у меня вот получилось так, что вот эта мелодия мне запала. Конечно, если сравнивать там «Я ухожу» и сравнивать «Господь, ты пастырь мой», там, конечно, сходства нет никакого. Но вот эта глубина, которая касается сердца, которая выворачивает душу, она вот присутствует, как говорят люди в этой песне «Господь, ты пастырь мой». Но я еще раз говорю, что вот эту боль, наверное, все-таки я вот получил оттуда, из этой песни. Она очень такая была душераздирающая, потому что советское время, советское, все хорошо, да, и тут молодые мальчишки приходят с никого в гробах, и это, конечно, никого не оставляло равнодушным. Наверное, последний вопрос. Я знаю, что ты человек, ищущий, ищущий Бога постоянно. Вот, скажем так, ты сейчас, не сейчас, а уже ты в поисках, да, на своей церкви, ты ушел из харизматической церкви «Слово жизни» в Москве. И сегодня, насколько я знаю, женой ты посещаешь церковь. А не то, что ушел, просто так сложились обстоятельства. Ну, как бы то ни было. То есть, ты сейчас, все равно ты в поисках, и ты сейчас ходишь в баптистскую церковь, в дом отца. Они баптисты, да? Я сам не знаю. Мы сегодня настолько все смешали. Не, ну, я был у баптистов, честно говоря, но они явно что-то не баптисты, потому что я не вижу там этих платочков, эти кислые, грустные физиономии. Они веселые такие, они с ними классно. Единственное, что они не хлопают, я тоже не люблю хлопать. Когда я первый раз попал в харизматическую церковь, там все как-то, лыбка, 86 зубов, и все там что-то хлопают. Я что-то тоже как-то не сторонник. Прыгать вот это как бы то не мое. Я больше не нравится такое вдумчивое поклонение. Потому что, с одной стороны, есть радость, да? Дети там радуются. А с другой стороны... Глубина послужила, что ты не увидел там глубины, и ты в поисках вот, в поисках себя. Я был, сейчас я как бы уже особо не занимаюсь поисками. Сейчас я больше иду к тому, что я четко понимаю, как должно быть и как не должно быть. Я вот верующий скоро будет, уже 30 лет. Ну, опыт как бы не маленький. И когда ты уже такой возраст, ты уже понимаешь, как должно быть, по крайней мере для себя, что правильно, что неправильно. Поэтому мне очень нравится слово православный. Правильно славящий Бога. Поэтому я считаю себя православным человеком. Как и все мы, наверное. Потому что когда ты читаешь слова Иисуса Христа, где говорит Он, что настали времена, наступают времена, когда Бог ищет поклонников, которые будут поклоняться Ему в Духе и в Истине. А я так и поклоняюсь. Дух это Святой Дух, истина это Иисус, потому что кроме Него больше нет никого, которым можно спастись. Если Он сказал, что в Духе и в Истине правильно поклоняться и славить Бога, а я стараюсь это делать. Кто я? Я и есть православный человек. Скажи, если тебя пригласят, например, литургические протестанты, скажем там, литеране к себе, чтобы ты спел у них. Я пел у них. Во время Густота. Уже пел? И пел у них. И у католиков пел, и у православных пел. Я 8 месяцев был православным батюшкой. У меня хорошо поставлена речь, голос в этом плане. Я знаю такие их обряды. Слушай, тогда, я думаю, наши зрители с нетерпением будут ждать, возможно, прямого эфира. Все-таки мы сейчас обговариваем, я для наших зрителей говорю. Может быть, мы выйдем в следующий раз, через пару недель, с прямым эфиром, чтобы люди могли задать вопросы свои, ну, не пустые, скажем так, а животрепещущие, свои переживания, может быть, связанные с песней. Может быть, для тебя было тоже важно услышать, что... Ну, мы еще можем помолиться также. Почему нет? Конечно. Потому что, когда получается так, что меня приглашают, например, сказать не только поделиться песней, да, спеть что-то, но еще поделиться словом, потому что, когда вот я болел, уже у меня была смертельная болезнь, официально подтвержденный диагноз, вот. Я тогда был еще только, можно сказать, таким молодым верующим, но мне очень сильно запали слова Иисуса Христа из Евангелия от Марка, 16 глава, где он говорит, что верующих в меня будут сопровождать сии знамения, и перечислил. И одно из них я взял это обетование, будете возлагать руки на больных, и я просто лег, это был холодный барак, нас привезли в то место, куда свозят, чтобы люди там уже умирали. Обычно там люди жили 2-3 месяца. Был вечер поздний, я очень хорошо помню, такой длинный-длинный настил, и нас там всех положили, ну, как положили, мы сами легли, чтобы спать, вот. Человек, наверное, 30, 40, 50, где-то вот, и всем выдали по куску солдатского одеяла тоненького, на две части разорванное солдатское одеяло. Ты мог накрыть либо нижнюю часть, ну, чтобы ноги не мерзли, в таком случае туловище и голова будут мерзнуть, или накрыться с головой, но тогда ноги будут мерзнуть, ну, одно из двух. И я накрылся, значит, с головой, потому что было очень холодно, думал, сейчас надышу и усну, ну, чтобы дышать, в вакуум создать, чтобы тепло было. Вот, и я начал, лег и возложил на больное место руки, и начал говорить. Я возлагаю руки на себя, на больного человека, и я исцеляюсь. Иисус, Иисус меня исцеляет, Иисус его. И как-то, дословно я уже буквально не помню, но смысл такой, я его до сих пор помню, это Марка 16-16. И вот так вот я молился, что-то говорил, 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 и, видимо, ну, еще надышал, стало тепло, я уснул. И утром меня уже сильно обматерили, что я симулянт, и оказалось, что у меня ничего нету, ни капли. И я понял, что это Господь. И я приезжаю обратно, и захожу, и люди узнали, что я... Ну, меня привезут, потому что оттуда никто не возвращался. И вдруг все узнали, что я возвращаюсь обратно. Открываются ворота, и стоят десятки человек, и как вот в фильме такой, идет кто-то, а к нему подходит, пытаются тронуть его. И вот у меня так же самым было. Меня пытаются тронуть, коснуться ко мне, я выучил сумасшедшим. Они говорят, Серег, оттуда никто не возвращался. Ну, у меня кличка Дантес была. Говорит, Дантес, ты пойми, ты реально, оттуда никто не выходит, понимаешь? И потом они начали говорить, ну, уже кто-то там, ради шутки, еще что-то. После того, какое-то время, он говорит, слушай, я не знаю, что с тобой, но у меня такая вот беда была. И говорит, у меня ее не стало. Что случилось? Ну, что-то на болезни, там какая-то короста. У одного парня проказа была, с ним никто, у нас сапожник был, у него кличка была, сапог. Он сейчас живой, здоровый, он женился на дочери у кого-то профессора. Сейчас у него кличка профессор. У него трое детей, православный чел такой, вообще нереально. И вот недавно мы с ним очередной раз встречались, он говорит, Дантес, я помню. Такой благодарный. Как важно иметь благодарное сердце. Я всегда говорю, что если ты не можешь быть благодарным Богу, ты никогда не будешь благодарным людям. Если ты не можешь быть благодарным людям, ты никогда не будешь благодарным Богу. И вот такие вот начали происходить. И я понял, что мне Господь что-то дал, какой-то вот дар исцеления. И ты представляешь, вы представляете, вот лагерь, да? Лагерьное начальство. Им нужно было чем-то занять зэков. Просто нужно чем-то занять, особенно когда вот пошли вот эти все, там, отписки, там, отчеты, вот, перед вышестоящим руководством, когда пришла перестройка и так далее. И меня вызывает, там, какой-нибудь начальник, там, в перечати, там, начальник, говорит, Дантес, мы слышали, что у тебя крыша поехала, там, типа, верующий стал. В это воскресенье, там, такие-то, такие-то отряды, короче, мы взгоним, тебе надо, там, что-нибудь, почитаем, что-нибудь, расскажи, что-нибудь. Время какой-то благодати было. То есть, мне не рот затыкали, а давали возможность. И я, я, так, выходил, понимаешь, прям, выхожу, вообще, на сцену, начинаю, там, одна есть в мире красота, вот эти стихи про Христа. А сам думаю, Боже, что ты несешь? Ты же через полчаса, через 40 минут уже будешь, как бы, с ними в одном бараке, ну, первые вот эти разы. Потом я захожу в барак, они такие, слушай, молодец, красава, давай. И я так понимал, что вот эту обеззаловку Бог использовал для того, чтобы люди слышали. Потом у нас там был один парень из Казахстана, Казах, Боря, не помню фамилию, дай Бог ему здоровья, если ты меня когда-нибудь увидишь, я тебя расцелую, если я тебя дамить увижу, я тебя обниму. Он был начальник клуба, вот, на большом сроке осуждения, Казах, ну, мусульманин, и он говорит, а он какой-то, ну, такой крутой дядечка был, музыкант, вот, режиссер какой-то, не знаю, за что его посадили, и, в общем, он мне говорит, слушай, говорит, у меня, говорит, аппаратура есть, у меня все есть, если хочешь, говорит, записывай, а я, говорит, по всему лагерю буду ставить, распространять, по всем баракам, по всем этим, понимаешь, я первый раз в жизни, я вот до сих пор повторить это не могу, а время же было ограниченное, потому что между обходом, между там, от обхода до обхода, чтобы нас, как бы, никто не это самое, и он мне поставил микрофон, от кассеты мейтофон, и я первый раз в жизни, Евангелие от Иоанна полностью, от и до, кассету за 45 минут, я должен был вместиться, ну, вообще, потрясающе, потом, вот, слышь, сидим в бараке, слышим, молнии, вначале было слово, слово было у Бога, слово было Бог, благодать же и милость произошли через Иисуса Христа, и вот это все, 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 такое, слава Иисусу, всему есть цена, понимаешь, понимаете, когда говорят, как же так, как же так, вот песни ваши, стихи ваши, то, все, я говорю, ребят, все в этой жизни имеет цену, вы даже не представляете, в каких состоятельствах, как писалось это, вы даже не представляете, это через боль, через слезы, через разочарование, через, вот вы представляете, меня, молодого парня, ботаника, который всю жизнь учился, ну, попал на войну, как попал, не знаю, спортом занимался, ну, хорошо, там, знал несколько языков, в Афганистан призвали, все, я полгода переслужил, даже, два с половиной года отдал родине, все хорошо, поступил в МГИМО, в МГИМО не пошло, факультет был, международные экономические отношения, я с математикой, никогда не дружил, поступил в МГУ, потом поступил Мариса Тереза, одновременно, сначала в МГУ, потом на следующий год Мариса Тереза, потому что столько хотел знать всего, вот, у меня, значит, отец мечтал, чтобы я прокурором был, не знаю, почему, первая моя класса руководительница, которая всю жизнь меня вела по английскому языку, которая в МГУ мне присылала посылки с книгами, с английскими книгами, спустя столько лет, в Афганистан мне писала, потрясающая Инна Владимировна, ой, такая женщина классная, молодая девчонка, мы у нее первый класс были после пединститута, она мечтала, чтобы я был дипломатом, в общем, многие мечтали, видели меня кем-то, а я попал в тюрьму, я вышел из Афганистана, Афганистан не вышел из меня, попал в тюрьму, случился инцидент, я, значит, ну, заступался за человека, думал, что заступаюсь, а этот человек уже мертвый был, к сожалению, я не знал об этом, и вот, потом меня решили, я слишком много узнавал, задавал вопросы, где этот человек, ну, у меня, в общем, произошла потасовка, и, в общем, я убил несколько человек, причем, ни ножом, ни пистолетом, ничем, просто вот, и, тем не менее, у меня сначала было, как бы, превышение необходимой обороны, потом, убийство в состоянии аффекта, двух и более лиц, ну, а потом, вообще, приговорили к высшей мере наказания, вышку дали, ты представляешь, вы представляете, что такое под вышкой сидеть? Я сижу и думаю, почему, зачем я, почему я в Афганистане не остался? Расстрел дали здесь, в мирной жизни. Да, в мирной жизни. Почему я, почему так вот, не погиб с теми ребятами, которые погибли? Вот они были, мы, почему, почему, ну, много чего, почему было. Я сижу под вышкой, под высшей мерой наказания. Ну, вот, у меня был командир полка, который, почему-то, любил меня, хотя я был обычным солдатом, потом сержантом, потом замком взвода, но, не знаю, у него кличка была, трассер. Мы в Москве, случайно, встретились, я выходил, из МГУ, вот, а он заходил, я не знаю, что он там делал, потом, как выяснилось, когда мы с ним уже встретились, разговорились, он в Москву приехал на повышение, ну, для того, чтобы стать полковником, в советское время, ну, и сейчас, в принципе, также, нужно окончить какую-то академию генштаба, получить такое, супер высшее военное образование, попросту выражаясь, и вот он приехал в Москву, тоже вышел из Афганистана, приехал в Москву, для того, чтобы учиться в академии, и вот мы с ним случайно встретились, у него кличка была, это трассер, царство ему небесное, я, то есть, поддерживаю отношения с его дочерью, вот, периодически мы вспоминаем о нем, и так далее, и вот этот трассер поднял Бучу, говорит, это один из лучших моих разведчиков, вы что, с ума сошли, ну, в общем, поднял, и мне 20 лет, меня высшую меру заменили на 15,5, и вот так оно все пошло, пошло, понимаете, и, в принципе, я, когда вы мне предложили написать что-то, и так далее, потом вы сказали, бред с гитарой, потом еще что-то, я говорю, брат, я, епископ дорогой, я не артист, я не певец, я не композитор, я, я не двигаюсь в этом направлении, как, например, другой бы сейчас приехал на моем месте, какой-нибудь христианский певец, композитор, автор слов, и я знаю, там, многие так, да, у них берут интервью, это талантливые люди, которые много учились, которые много постигали нотных этих всех вещей, и они сидят там, свои песни поют, там, или на гитаре, или на фортепиано, и, я не хочу, зачем мне это, я, смысл моего интервью, величие Бога, верность Бога, благодарность Богу, потому что, по многим параметрам, даже сейчас, которые я вам сказал, да, когда вот случился, это случай с БТР, ногу оторвало люди, кто-то покончил жизнь самоубийством, кто-то попал в сумасшедший дом, были другие случаи, я так посчитал однажды, у меня есть несколько дат, когда вот я рассказывал, что пули вот возле меня были, я ложился, меня кто-то клал, это 30 января, это один из моих новых дней рождения, это день благодарения Богу, 30 января, когда произошло с этой звездой путеводной, мы тоже остались живы, а вы не представляете, что такое к ним в плен попасть, это что-то, это неимоверное, мы остались живы, мы не попали ни в какие передряги, это тоже определенный день, и вот в такие дни, как даже Господь учит нас в Торе, в Талмуде, в Верховом Завете, ставь себе памятники, чтобы ты возвращался к этим памятникам, и вспоминал, и чтобы ты со своими детьми приходил к этим памятникам, и вспоминал, что сделал для тебя Господь, поэтому я так однажды возле одного из этих памятников, просто я находился, возле одного из дней, возле одного из этих дней, да, под названием памятник, и я насчитал где-то около 30 случаев, когда я должен, не должен был уже не жить, ни физической жизнью, ни здоровой жизнью, потому что мог остаться без руки, без ноги, без глаза, без ног, без рук, вот, но тем не менее, я живой, здоровый, вот, и продолжаю благодарить за это Господа, славить Его, это, это мое самое любимое, я обожаю это делать. давай в следующий раз с гитарой уже, и прямой эфир, может быть, сейчас договоримся, чтобы вживую поклоняться, может быть, люди просили бы и молились бы. Если вживую поклониться, не как в виде концерта делать, нет, нет, зачем нам концерты? Да, а именно поклонение живое, чтобы люди могли присоединиться. Будем молиться за больных, будем молиться за исцеление, будем молиться за то, чтобы кто-то слово получил от Господа. Еще раз говорю, я не зацикливаюсь на себе, а на личности, потому что я инструмент. Но я благодарю Господа за то, что Он почел меня верным и может использовать меня для своей славы. Давай на сегодня закончим. Однозначно. На этой хорошей, пославляющей Бога ноте. Друзья, с вами был я, епископ Альвер Траткин, наш гость Сергей. Данильченко. Да я ни фамилию не забыл, я просто, ну, просто ты, Сергей, хороший мой, дорогой брат. Спасибо. Может быть, через несколько недель в прямом эфире мы будем славить Бога, поклоняться Ему. Это будет не совсем обычный прямой эфир. Распространите это видео. Дайте кому-то из своих друзей, пошлите неверующим людям. Подпишитесь на канал, посоветуйте кому-то еще подписаться на канал «Взгляд с небесный». Любим вас, молимся за вас и благословляем вас. Храни всех Господь. Храни вас Бог. Продолжение следует...